Всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Мы с вами продолжаем играть в фермер симулятор 17 и это у нас карта Lonewag Farm. Это у нас третья серия уже. Сегодня мы продолжим работать на полях. Я здесь подогнал грузовик для очередной загрузки и продажи урожая. Давайте посмотрим, как у нас идет работа. Значит, за кадром мои работники здесь поработали на поле и, как вы видите, одного я остановил для того, чтобы наш косичек закончил покос и для того, чтобы наш второй не вмешивался, потому что здесь пошел такой период, как вот такая вот замейка работы. И если один будет ехать по кругу, то второй будет ему мешать. Поэтому одного мы остановили, второй у нас пока что работает. У нас появилась проблемка. Что делать с этими тюками? Конечно же, их нужно где-то складировать. А каким образом и где? Ну, во-первых, у меня есть такие планы. Сейчас закончить покос вторым трактором, который закончит вот этим трактором. Взять, поехать в магазин и прикупить вилы специальные для тюков. Либо мы сейчас едем, значит, продаем продукцию и покупаем еще один третий трактор. Скорее всего, мы так с вами и сделаем. Третий трактор купим, потому что, ну, смотрите сами, два трактора на поле и один где-то нужен еще в работе. Поэтому перемещаемся в наш грузовик, запрашиваем, значит, погрузку ячменя и смотрим, куда бы нам его отвезти. У нас есть вот такая вот метка. Посмотрим, где она находится. Она у нас находится на юге. То есть нам надо выехать вниз и повернуть налево. Налево и до конца. Понятно. Так, все, нам загрузили. Запускаем двигатель. Ну и, в принципе, давайте потихонечку отправляться. Я думаю, продажи нам хватит для того, чтобы купить еще один трактор. Покупать я буду, скажем так, небольшой, самый такой простой, но чтобы был у него фронтальный зацеп. Вот. Это для того, чтобы мы могли прицепить специальное приспособление, ну, в общем, для тюков. Чтобы какое-то время сейчас мы с вами вначале эти тюки свезли. Хотя, в принципе, можно и посмотреть прицеп. Но на прицеп нам точно не хватит. Прицепы, они дорогие. А брать в аренду я, наверное, пока что не хочу. Потому что аренда там тоже будет стоить где-то около, не знаю, может быть, 10 или 20 тысяч. Не знаю, все зависит от цены. Ну, сам прицеп стоит где-то в районе 70-80 тысяч. Вот. Так что, я думаю, пока что будем работать вручную. Так, нам надо доехать до низу. И затем повернуть налево. Смотрите, у нас здесь имеется еще куча всяких полей, на которых можно также работать. Но, скорее всего, работать... Ой, все-таки это меня так несет в сторону. Работать у наших фермеров я пока что, думаю, не буду. Мы, скорее всего, будем их покупать. Выкупать, точнее, у наших соседей. И уже сами будем работать. Выкупать мы, наверное, будем уже с готовым созревшим урожаем. Кстати, вперед можно ехать? Наверное, можно. Я думаю, нас за это не поругают. То, что мы едем не по асфальту. Но тропинки здесь вроде как нету. Или это просто как разделительная полоса, которая разделяет поля. Скорее всего, такой вариант. Хотя, кто знает, может быть здесь и когда-то была дорога. Вот как мы видим, есть какие-то следы от колес. Да, вот такие вот две полоски. Что характеризует, что когда-то здесь ездили, может быть, трактора, машины и тому подобный транспорт. Так, подъезжаем к месту. Сюда я приезжаю первый раз. Поэтому я не знаю, куда выгружать. Сейчас мы с вами разберемся. Да и вообще, я эту карту не совсем знаю. Вот, тоже играю на ней впервые, что называется. Так, да нам надо. Нам надо вот туда заехать. Так, здесь у нас уже трафик. Поэтому давайте потихонечку. Никому не мешаю. Аккуратненько заедем. Так, нас приветствует. Открывает нам шлагбаум. Сколько мы весим, интересно. Это не совсем видно. А, около 20 тонн. Ну да, смотрите, 15 с половиной урожай. Ну и плюс где-то 7 тонн. Сам грузовик с прицепом. Так, приехали. Давайте выгружаться. Посмотрим, сколько мы получим. А тот трактор, который я хочу купить, он стоит где-то около 80 тысяч. О, как раз у нас должно вполне себе хватить. Так, как нам и где? Ага, нам надо вот сюда вот. Да мы, в принципе, можем и здесь выехать. Вот сюда вот. И здесь развернуться. Так, сможем ли мы здесь выехать? Думаю, сможем. Давайте посмотрим, что у нас с той стороны. Так, ну нормально, нормально. Так, трафик. Стоп. Давайте про... Ого, там довольно-таки много машин едет. Там у нас, смотрите, какие-то склады для картофеля, скорее всего, находятся. Или, может быть, точки продажи, возможно. Так, а мы, мы походу... Ага, мы с удой приехали. Давайте. Придется нам вот так вот повернуть. Все, ну и погнали обратно. Погнали обратно. Сейчас будем смотреть, что у нас там. Работник. Работник, кстати, должен уже закончить работу. Там у него совсем немножко осталось по покосу. Это раз. Дальше мы его направим на соседний луг. Пока мы будем с тюками работать. Также, смотрите, я был на своем поле, где у меня, кстати, растет пшеница. Я посмотрел. Вот, и судя по информации данного поля, мы получим урожай, точнее, сможем его получить, косить, только через сутки. Вот там у нас последняя стадия созревания. Ну, и примерно где-то, скажем так, завтра, часиков в 12, уже он будет, в принципе, доступен. Смотрите, какое поле. Шикарное слева. Полностью с пшеницей. Так, ну, или как вариант, смотрите, мы можем сделать, прикупить аппарат, который собирает траву и сразу же заготавливает силос из него. Но этот аппарат довольно-таки дорогой, поэтому, может быть, скорее всего, его удобнее будет взять в аренду. То есть, за сутки мы сможем его окупить, продать тюки, ну, и даже немножко заработать. Так, собственно, приехали. Да, нам же надо еще купить удобрялку и сами удобрения. Вот, главное не забыть. Давайте где-то, где-то припаркуемся. А давайте с той стороны. Ну, вот, я думаю, где-то здесь будет вполне себе нормально. Так, все, выключаем. Дальше. Что нам нужно? Давайте посмотрим, как у нас работники там работают. Да, возможно, им будут мешать. Кстати, уже мешают тюки. Я смотрю, они их пинают. Вот. Да. Немного мешают. Ну, ничего, давайте смотреть. Значит, нам нужно... Давайте переместимся в магазин. И посмотрим. Вот я присмотрел здесь... Так. Вот этот вот трактор. Фронтальная погрузка. 82. Вот есть 83. Нью-Холланд. Разница в цене маленькая. И в силах тоже. Вот есть такая. 102. Нью-109, 102. Вот такой вот Нью-Холланд. Кстати, который у нас уже есть. Можем его прихватить. 87. 120. Нет, вот 125 лошадиных сил. Он как раз нам подойдет. Давайте купим тогда еще один такой тракторок. Конечно же, с моими любимыми широкими колесами. Дальше, что я хотел посмотреть. Это какие-то прицепы. Может быть, для тюков нет. Что у нас есть вообще? Вот такой вот тюковщик. Вот такой вот, кстати, 39 всего лишь, да? Не такой он уж и дорогой. Так что у нас есть вот такие вот штуки. 135. Это для квадратных и круглых. Упаковщик тюков оборачивает тюки травой фольгой, чтобы они не пригнавали. Вот этот вот у нас. Этот у нас делает круглые тюки. Так, а в чем разница вот этого и вот этого? А, смотрите, здесь он еще и сено подбирает, а этот не подбирает. Этот подбирает только... Непонятно. Паковщик тюков оборачивает тюки травой фольгой. Ага, то есть только траву. Траву он делает квадратные и круглые. А этот, собственно, подбирает траву. Да? А, смотрите. Смотрите, в чем хитрость. Этот подбирает, прессует и заворачивает, а этот только заворачивает. Интересно. Да. То есть это, скажем так, аналог вот этой вот машины. Только этот и квадратные, и круглые тоже собирают. Ну, хорошо. Что я еще хотел? Давайте фронтальное крепление нам нужно. В чем отличие? Не знаю. Ну, давайте, наверное, большой возьмем. Восемь тысяч. Кстати, восемь тысяч. И нам хватит ли нам еще на захват? Тысячи. О, нет. На захват нам не хватает. Плохо. Тогда, наверное, нам придется взять маленький. Маленькое крепление. Ну, и вот такую вот вилку я хочу. Так, берем. 5600. И вилку. Купить. Да. Все. Мы остались почти без денег. Так, посмотрим. Сразу же ставим в группу. На, сюда было бы неплохо еще противовес прикупить. Так. Так, работает. Главное, что у нас все совместимо с нашей техникой. Так, ну что ж, погнали. Давайте отправляемся на очередную работу. Наверное, мне кажется, нам надо сюда ехать. Да, сюда. Ну, что ж, встретимся на поле. Итак, приехал я на поле. Попробовал привезти два тюка. Ну, что ж, я вам скажу, намного легче. Так, хорошо. Давайте смотреть. Значит, у нас закончил работник по покосу. Вот он, собственно, уже остановился. И нам высветилось объявление о том, что у нас работник завершил работу. Так, и мы его сейчас с вами, во-первых, открепим от этого курса и сбросим. Да, дальше. Дальше нам нужно взять и поставить его на соседний луг. То же самое. Тоже такая же процедура. Давайте посмотрим. Значит, нам нужно заехать на поле. Так, показать границы. Еще чуть-чуть. Вот, это у нас 44-е. Переписываем. Переписываем список. И та же самая процедура. То есть у нас получается... А давайте вот так вот сделаем. Загруженный маршрут. Текущее расположение техники. Обход островков отключить. Пропускать. Возврат на старт. Совместная работа нет. По кругу. Повторные полосы. Сколько у нас? 20 штук. По часовой. Против часовой. Основного маршрута прохода в повторной полосе. Так, ну, здесь, конечно, не совсем понятно. Сгенерировать маршрут. Давайте посмотрим. Что у нас здесь получается. А ничего, собственно, и не сгенерировалось. 35-44. Ну-ка, покажите мне. Так. Значит, вот мы находимся здесь. Делаем 20 проходов. А здесь 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да вроде два. А, нет. Можно ли сделать как-то 20? Так, 44. Ага. Направление у нас против часовой. Против часовой, да. Мы направляемся. Или, может быть, сделать по часовой. Давайте, наверное, сделаем по часовой. Скорее всего, да. Так, по часовой. И давайте настанем вот где-то с этой стороны. Посмотрим, что. Что нам нагенерят. Так, вот. Ага. То есть максимум 15. Больше не дают. Хорошо. Я согласен. Согласен. Давайте запускать. А, стоп. Сохранить. Это у нас поле 44. Харвест. Грасс. То есть, по костровы. Сохранить. Ну и все. В принципе, запускать будем с ассартовой точки. Вот отсюда. Так, куда-то он поехал сильно далеко. Ну, вроде как поехал. Все. Оставляем его работать. И переключаемся вот сюда. Значит, что здесь нам нужно. Нам нужно здесь, во-первых, продолжить маршрут. Продолжаем маршрут тюковки. И переключаемся следовательно на наш третий трактор. И помогаем пока что нашему работнику расчищать поля. От тюков. Чтобы они не мешали. Ну, я думаю, может быть, начать где-то с дальних тюков. Вот, может быть, вот с этих. Так, чтобы сюда уже не ездить. Так, забрали. Так, отлично. Тюки у нас автоматически становятся на вилы. И нам их намного легче таким вот образом транспортировать. Только вот вопрос. Как их ставить? Лежа или вот так вот? Как они сейчас есть? Главное, чтобы они не покатились. Ну, я думаю, вот так мы их и будем ставить. Или, может быть, вот таким вот образом попробовать. Что из этого получится? Так, ну, допустим. Давайте попробуем ставить их так. Ну, это чтобы они точно никуда не укатились. Так, ну, и вот таким вот образом. Кстати, что у нас здесь по GPS-у? GPS у нас... Ой, у меня здесь нет GPS-а. Надо будет установить этот мод. Или, погодите, как он включается? Control-0, Control-... Не работает. А, его, наверное, нету здесь. Так, давайте, наверное, мы и эти возьмем. Чтобы уже точно они здесь не стояли. И попробуем поставить их наверх. Вот сюда, вот так вот. Попробуем аккуратненько подъехать. Ага, ну, как-то так вот. Вот, неплохо, неплохо. Можно таким вот образом. Кстати, а будет ли она вот так вот цепляться? Интересно. Давайте посмотрим. Это чтобы мы... Да, чтобы мы не делали вот эти вот... всякие манипуляции с нашим фронтальным зацепом. Так, а третий ряд по месяцам, я думаю, по месяцам. Так, отлично. Уже хорошо. Так, давайте тогда где наш... Ну, вот этот заберем. Чтобы не мешало ему. Здесь уши больше пока что нету. Давайте поехали наверх. Посмотрим. Посмотрим, что у него здесь. Так, ну, здесь тоже вроде бы как никто никому не мешает. Тем временем у нас там ведется покос. Так, ну что, я могу сказать, неплохо таки получается у нас складирование тюков. В следующей серии мы с вами рассмотрим следующий наш план. Это по поводу удобрения данного луга. Сможем ли мы его удобрить? Это мы с вами узнаем уже в следующей серии. А я продолжу здесь за кадром немножко работать. Может быть, оставлю и кусочек на следующей серии. С тюками. Но складывать пока я их буду здесь. В дальнейшем посмотрим, что мы будем делать. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что вы думаете. Нравится вам или нет. Оценивайте видео и до скорой встречи. Всем удачи. Всем пока.